В стенах Улгу и в креативном пространстве «Квартал» слушатели лекции режиссера и сценариста Галины Евтушенко о столетии революции в документальном кино прежде всего увидели фильм «Вожди», где она выступает в качестве режиссера-постановщика. Его премьера состоялась в 1997 году. Чуть позже он был номинирован на премию «Ника» как лучший документальный фильм года. О чем этот фильм и почему он актуален сейчас, автор рассказала в эксклюзивном интервью. Дело все в том, что когда я училась на высших режиссерских курсах, мне нужно было сделать дипломную работу. Я пришла к своему мастеру, замечательному кинематографисту Леониду Гуревичу и сказала, я хочу сделать дипломный фильм, который будет называться «Вожди». Неужели о наших вождях, о современности? – спросил мой мастер. Не, сказала я. Фильм будет о тех людях, которые играли в кино Владимира Ильича Ленина. И это были выдающиеся актеры Ульянов, Лавров и Каюров. Даже Калягин, который играл в то время в фейсе Шадрова «Так победим» на сцене, МХАТа, мне был не нужен, потому что я снимала не о нем. Я снимала о тех наших мэтрах, которые создавали образ Ленина в кино на протяжении длительного времени. И поэтому картина «Вожди» начинается с того, что я спрашиваю каждого из этих актеров по отдельности, а сколько раз вы были на экране в его образе? И Кирилл Юрьевич Лавров отвечает «Я пять», Михаил Александрович Ульянов отвечает «Я шесть», а Юрий Иванович Каюров говорит «Я восемнадцать». И вот о том, как они играли эти роли Ленина, и потом, как они стали к ней относиться с течением времени, что они почувствовали, когда уже к Ленину было другое отношение. То есть картина словно отвечает на вопрос, как время влияет на людей, что оно с ними делает, это время, оно заставляет их каяться, или наоборот заставляет их славить то, что они сделали, или задумываться над этим. Эта картина, сразу, как только она была выпущена, она была приглашена на открытие кинофестиваля «Якном Европы» в Выборге. Позвонил Сава Яковлевич Кулеш и сказал, все, немедленно, я жду тебя с этой картиной. И когда ее показали на открытии, то весь кинофестиваль ко мне подошел, потому что там все эти три человека, которых я назвала, Ульянов, Лавров и Каюров, они все представляли нашу историю. Но они все стояли на разных позициях. И вот позиция каждого из них соответствовала позиции того химатографического и зрительского большинства, которое было на этом фестивале. Поэтому все подходили и говорили, какой у тебя Ульянов, или какой у тебя Лавров, или какой у тебя Каюров. И словом, вот сейчас эта картина, я очень рада, что я могу показать здесь, в Ульяновске, она, мне кажется, вызовет резонанс очень большой, потому что она стала еще живее, еще актуальнее, несмотря на то, что прошло ровно 20 лет с тех пор, как она была выпущена. Вы перечислили фамилии, а вы знаете, что у нас Пустью Жанин такой был, который тоже играл Ленина. О нем слушайте. Ну вообще-то не было театра, в котором бы не было актера, который играл бы Ленина. Это тоже отдельная история. И об этом можно очень много говорить. Потому что в каждом городе, в каждом театре должен был быть такой актер. И он был, он находился. В моем родном городе Воронеже Ленина играл, не нашлось актера, а нашелся режиссер. Режиссер по фамилии Добротин. Его звали Александр Александрович. Это просто для меня удовольствие его вспомнить. Он был вот такого роста, лысенький, но не такой, как Ленин. Он был более пухленький такой. Но он играл превосходно. Но сам он был режиссером, и пьеса «И 6 июля» шла, и «Человек с ружьем». И он просто вот играл Ленина, потому что он по фактуре подходил. Но с этим связано еще и много анекдотов, и много всяких печальных историй. Поэтому, ну, надеюсь, что, может быть, на лекции я расскажу. Но еще я сделала такой цикл для Московского музея толерантности. Цикл из 10 фильмов. Он посвящен соратникам Ленина, знаменитым людям, которые работали близко к Ленину. Это Свердлов, это Зиновьев, это Мартов. Ну, немножко Жемчужина, остальные чуть-чуть подальше. Жемчужина – это жена Молотова. Вот. И это тоже пользуется огромным успехом зрительской аудитории. Потому что интерес к тому, чтобы знать, кто же делал нашу историю, очень велик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова